Дело в том, что то, что касается миграционной политики, она в России строилась поэтапно, не сразу. Учитывая все недостатки, учитывая все пожелания. То есть вот с 2000 года мы как бы занимались этим процессом. Я просто хочу вернуться к документу, который был принят 6 июня. Стратегия национальной политики города Москвы, где одним из приоритетных направлений как раз является и решение миграционных вопросов. И там очень четко прописано. То есть мы учли некоторые моменты, то, что происходило в Европе. И сам одним из моментов, я хочу там два момента отметить. Первый – это противодействие создания национальных территориальных объединений, то есть анклавов. С чем столкнулась сейчас Европа. То есть беженцы приезжают, мигранты, они создают анклав, и все. И поэтому этот процесс очень сложный. В том числе там они различают и мусульманин, и христианин. То есть эти проблемы возникают. Мы не пошли по этому пути. То есть мы стараемся, чтобы этих анклавов в Москве не было. Потому что, скажем, для социальной и культурной адаптации мигрантов, я считаю, ключевой роль играет местное население. Если этих контактов не будет, и процесс будет идти очень сложно. Второй момент, который я хочу отметить, тоже это в стратегии национальной политики. Здесь роль в национальных и культурных объединениях, общественных организациях, гражданского общества. Тоже вот в адаптации и интеграции мигрантов. То есть она есть. Вопрос, как ее реализовывать. Что для этого необходимо делать. Но я хочу, конечно, еще один момент отметить. Это информационное обеспечение. Реализации вот как раз и миграционной политики. Дело в том, что Европа была, по моему мнению, не готова информационно к такому потоку. Хотя они обладают очень большим потенциалом и этнической прессы, и информационных ресурсов своих больших. Но они были к этому не готовы. Что мы делаем? Вот как комиссия нашей информационной политики, мы максимально стараемся работать с территориальными средствами массовой информации. Мы стараемся максимально работать с информационными ресурсами национальных объединений. Потому что кто формирует общественное мнение, кто информирует о концепции, скажем, миграционной политики, кто пишет о мигрантах, какой образ мигранта мы даем. Это все зависит от средств массовой информации. Как эта задача будет поставлена перед средствами массовой информации. Иногда пишут такие, появляются статьи, иногда появляются такие заголовки, что просто страшно становится. Но они есть. Что для этого надо? Но я думаю, что надо все-таки проводить какую-нибудь просветительскую работу, если уж не получается по-другому. Нам надо мобилизовать все силы, я имею в виду и национальной культурной автономии, и объединений, и средств массовой информации, всем вместе. При освещении какой-то вот этой тематики. При освещении какой-то вот этой тематики.